Новый дворец бракосочетаний в исторической части с видом на Волгу могут построить в Чебоксарах. Получить услуги ЗАГСа в Чебоксарах сейчас можно в отделах трех районных администраций Московской, Ленинской и Калининской и Центральном отделении на Московском проспекте. Эти площади, они на сегодняшний день не совсем приспособлены под те полномочия, которые делегированы органом ЗАГСа. Для размещения нового дворца бракосочетаний рассматривают два варианта. Первый – это реконструкция бывшего кинотеатра «Родина» по улице Константина Иванова 9. Однако специалисты склоняются ко второму – строительству нового здания на освободившихся землях бывшей кадетской школы. Это, к примеру, плац и стадион, а также прилегающих участках, которые находятся в распоряжении города. В принципе, место интересное, оно действительно сочетается с развитием набережной. В планах у нас в дальнейших построить лифт, спуск на набережную. Наверное, молодожены могли бы этим лифтом пользоваться, а там внизу построить ресторан и так далее. В принципе, идея неплохая. Единственная проблема, которую мы видим, это парковки. Если на сегодняшний день в среднем регистрируются 15-17 браков, летом 25, регистрация идет с 10 до 16-17 часов, то, в принципе, около 40 машин летом приезжают. Если у нас сейчас яма по рождаемости, и к 2020 году количество браков может вырасти в полтора-два раза, то, соответственно, автомобили будут приезжать больше, особенно летом, до 60-70 автомобилей. Здесь могут возникнуть проблемы. Въезд, выезд, парковка. Проблема эта разрешимая. Обойдется строительство в 150-170 миллионов рублей, отметил Алексей Ладоков. Само здание бывшей кадетской школы планируется капитально отремонтировать. После этого там разместят Центр развития дополнительного образования и Центр финансового обеспечения. Глава Чувашей Михаил Игнатьев дал поручение учесть все нюансы, рассчитать стоимость строительства и представить заключение Кабинету министров республики. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.